Многие жители города интересуются о запуске такого предприятия, как МАШ-завод. Прокомментируйте, пожалуйста, о дальнейшем. Смотрите, мы планируем сейчас ведуться переговоры с собственниками о запуске Р3, о запуске нити перерабатывающего завода, Смойного завода. Понимание с собственниками есть, у этих собственников есть рынки сбыта, и они готовы запускаться, сейчас ведутся переговоры. Мы планируем на этих трех мероприятиях создать порядка двух тысяч рабочих мест. Еще порядка двух тысяч рабочих мест планируют создать нашу интернет-инозаводную технику, которая сейчас будет открываться. Директор Министерства промышленности уже назначен, он у меня был. Они сейчас готовят мероприятия и планы по своим бизнес-планам, по развитию, по график приема на работу людей тоже мы планируем сделать порядка двух тысяч людей. Пока я не готов сказать, когда это будет, какого числа или в каком месяце, но работа эта уже ведется в форму. Скажите, а похожая ситуация была, Вы заявляли, что планируются запуски контримоновского в полном заводе? Какая ситуация сейчас с этим? Планируется. Министерство промышленности подано документами, занимаются контрименками сбыта. Как только все вопросы будут уважены с собственниками и документами, а сам комбинат этого рода. Проблем с ним нет, он не разрушен и сейчас решается вопрос контриментами. Как только он запустит, думаю, мы в Пантедомоновке стабилизируем ситуацию по рабочей. Скажите, а по шахтам в Орловске есть какая-то информация по оплате и задолженности, по зарплате шахтерам и по вообще возможности или вероятности возобновления работы от хотя бы одной из шахт? На сегодняшний момент все шахты в Орловске стоят в проекте реструктуризации. Четыре из этих шахт работают на Мудатрию. На сегодняшний день, и это не секрет, имеется задолженность порядка 7-8 месяцев по выдаче заработка. На прошлой неделе в пятницу состоялась коллегия Министерства Органина Рейд. Принято решение, причем решение волевое министром и руководителями всех подразделений, о выплате заработной платы. До конца года задерживая свои волны, текущая заработная плата не будет выдаваться в день-день. В течение двух-трех месяцев министр пообещал решить вопрос о структуризации задолженности и начало ему тоже ее выделить. Поэтому этот вопрос очень серьезный, потому что достаточно большое количество прорабатывающих задействований на работах в этих шахтах, в том числе и на ВУЗах. Поэтому вопрос тут находится на контроле, но очень жестко, и в том числе и в ВУЗах. Скажите, перспективы вообще возобновления добычи угля есть? Перспективы возобновления добычи угля и понимания есть на двух-трех шахтах. Я пока не готов на них отвечать, потому что прорабатывать вопрос в Министерстве, но планы у них такие есть. Скажите, ситуация с горловским эластомером, в котором у города была задолженность перед заводом за отопительный сезон прошлогодний, так как котельная на эластомере использовалась для отопления 88-го квартала, задолженность будет погашена перед заводом или нет? А вы спросили, сколько у вас там мера задолженность за потреблённые энергоносители? Ну, это уже у них реструктуризация должна идти. Нет, именно по котельной, какая задолженность за энергоносители. Ну, за энергоносители, так поймите, ситуация в том, что свои средства были потрачены заводом для проведения капитального ремонта котельной, и сейчас завод не может запуститься, потому что нет расходных средств. Ну, я думаю, это вопрос эластомера и Донбасс-Теклайнера, сугубо коммерческий, между собой. У них есть взаимодействие друг перед другом, я думаю, они все будут разбираться, могут разбираться в суде. У города задолженности перед эластомером нет. Она предоставляла коммерческую услугу по подаче теплоносителей жителям города. И поэтому, давайте, все вопросы будут решать эластомера и Донбасс-Теклайнера. Город заинтересован, чтобы при этом работало. Эластомер? Да. Заинтересован, конечно. Ну, а есть какие-то следы в этом управлении, чтобы какой-то конструктивный диалог? Я по эластомеру отвечать пока нет. У меня нет информации по заправлению. Но, к сожалению, они к нам не обручаются. Последние два месяца. Спасибо.